Широко известный в узких кругах. Но я не бизнес-тренер. Наверное, поэтому и широко неизвестный. А поднимите руку, с кем мы друзья в Фейсбуке. Есть такие? Нет здесь? Это тот случай, когда я сейчас буду говорить «Здравствуйте, дорогие друзья!» И вот с этими людьми мы, скорее всего, друзья, а с вами еще не друзья. Но обычно ты здороваешься человеком, говоришь «дорогие друзья», а по факту только наконец-то есть возможность познакомиться с теми, кто твои друзья в Фейсбуке. Так мир современный устроен. Моя цель сегодня – помочь вам сэкономить ближайшие лет 30-50. Кому надо? Поднимите руки. Отлично. Собственно, кто был у Гузенюка на мастер-классе сейчас? Поднимите руки. Отлично. Тогда я тем, кто не был, сейчас расскажу, о чем говорил Филипп. Краткое содержание его получасового выступления. А кто был у Татьяны на выступлении про Beeline? Be Free. Чуть больше. Понравилось вам выступление Татьяны? Нормально, да? Но на самом деле, какие ключевые мысли у одного и другого были? Значит, у Филиппа ключевая мысль… А может быть, тот, кто был… Еще раз, поднимите руку, кто был. Может, он скажет, какая ключевая мысль была у Филиппа. Можно микрофон? Что, нет? Не нужен микрофон? Скажешь? Отлично. В отличие от Филиппа, у меня чуть больше времени, поэтому я могу даже вам дать микрофон. Ты представься для всех и туда. Валерий, руководитель рекламного агентства «Генор». Ну, я так понял, основная мысль, что если ты хочешь перемен, то не надо заставлять грести остальных лодку, а надо в первую очередь начать с себя. Аплодисменты. Это главная мысль Филиппа была. Спасибо тебе большое. Значит, он ее выразил следующим образом. 90% результата в бизнесе зависит от вовлеченности первого лица. Люди обычно создают бизнес для того, чтобы типа бизнесом не заниматься. Парадокс. Ну, то есть я создал компанию для того, чтобы кто-то за меня работал. И об этом мы сегодня поговорим тоже. Но это важная мысль, и я с ней полностью согласен с Филиппом. А, соответственно, Татьяна Соболева, она говорила о чем? Кто знает, кто помнит, кому скажет. Кто-то готов, нет? Еще раз, Beeline, be free. Beeline уходит от жопа часов. Знаешь, что такое жопа часы? Жопа часы – это когда люди приходят в офис и делают вид, что работают. А работодатель делает вид, что платит. И в этом счастливом экстазе они сливаются. В результате никакой производительности труда нет, люди несчастливы. Beeline сделал первый шаг в эту сторону. Он предложил людям стать свободными. То есть выбрать способ работы, не привязанный к офису. И кто-то даже из людей этим воспользовался. И у них даже что-то получилось сэкономить себе время. Это тенденция будущего, которая уже сегодня реально реализована. Например, в Beeline. Да, пока еще первые шаги, но это пример того, как мы будем жить в будущем. Это про Beeline. Вот два выступления. Аплодисменты. Как вы думаете, какая самая топовая, топ номер один болезнь будет у человечества в ближайшие 10 лет? То есть в течение ближайших 10 лет, это данные Гарварда, какая будет самая главная болезнь у людей? Какая? Слепота? Нет. Нет. Первое место в ближайшие 10 лет займут психологические расстройства. Как вы думаете, почему? Да, люди не будут знать, что делать. На втором месте сердечно-сосудистые, на третьем месте онкологические. То есть в ближайшие 10 лет основная проблема людей будет, чем заняться летом сноубордисту. И я хотел бы вам сегодня рассказать о том, чем вы могли бы заняться в ближайшие 30 лет. Вот, собственно, основное, о чем я буду говорить. Значит, почему у меня есть на это право? Во-первых, потому что я тренируюсь на людях. И, в принципе, все, о чем я буду рассказывать, проверено на людях, работает. Если вы возьмете, откроете мою книгу, первую, которую я написал, она называется «Твоя бизнес-модель. Мечтать и создавать». Проверено на людях, работает. Это о том, как бизнес создать за 39 дней. От момента идеи до продаж. Почему я эту книгу написал? Потому что мне посчастливилось работать в разных городах и странах. И это применимо и для жителей, например, Кириши. Здесь недалеко такой город есть, да? Кириши, все знают Кириши? Это 140 километров, это столица Сургутнефтегаза с точки зрения переработки нефти. Здесь делают бензин. И я жил в этом городе несколько лет. В Москве я уже третий раз живу. До этого еще в Майами, в Сеуле. И то, о чем я говорю, это проверено на людях разных стран в том числе. При этом, если мы говорим о масштабах бизнеса, то компания с выручкой в 10 миллиардов долларов, с численностью 50 тысяч человек, это предел, на каком уровне я тренировался, и стартапы – ноль. Поэтому все, что я говорю, проверено на людях, работает. Я сейчас живу в деревне Сколково, в деревне буквально, в Сколково есть деревня такая, на всякий случай, и строю одновременно город на 50 тысяч человек. Кто знает, что строится город на 50 тысяч человек? Поднимите руку. Отлично. На всякий случай государство строит город на 50 тысяч человек, точно так же, как когда-то Петербург строился по генплану. Медведев, я не знаю, что он курил, Дмитрий Анатольевич, бытный с президентом, он затеял построить инновационный центр Сколково. К нему может быть разное отношение у людей, в основном исходя из прессы, но замысленно это как действительно такой центр инноваций. И сегодня построен самый большой в Европе технопарк, и постепенно начинает вводиться жилье, и туда постепенно начинают приезжать жить люди. И это такая точка пассионарности в стране, точка, где могут произойти серьезные изменения, которые помогут нам как-то изменить в том числе страну. И я в этом месте нахожусь. Но одновременно преподаю в Сколково. И одновременно у меня есть свой инвестиционный фонд AAA Trust, we invest in people. Мы не инвестируем в проекты, мы инвестируем в людей. Потому что самая большая проблема стартапов, как вы думаете? Правильно, стартаперы. Это люди, которые мутят бизнес, вписываются в блудняк, в России есть специальное определение. С удовольствием делают презентации для инвесторов. Удивительно, да? Я хочу заняться вот этой херней, поэтому дайте мне денег. Вопрос. А ты готов почку продать свою, одну, у тебя две? Нет. А ты хотел бы, чтобы это было написано, что ты этим занимался на твоей могильной плите? Ой, нет. Хотите проверить, устроить краш-тест сейчас, того, вы занимаетесь своим делом или нет? Хотите? Вам понадобятся смартфоны. У вас у всех есть смартфоны? Поднимите руку. Точно. Вот это упражнение я рекомендую сделать. Оно очень практическое, но вам нужно оставить след, чтобы вы потом в своих мыслях вернулись к конкретным ответам. Возьмите смартфон, у вас там есть заметки. У всех есть заметки в смартфоне? Поднимите руку. Ой, нет заметок в смартфоне. Итак, доставайте смартфон, и у меня к вам есть три вопроса. Представьте себе, что юрист утром вам принес завещание. Это не вариант, там вам пришло сообщение из Африки о том, что за 100 долларов вам можно получить деньги. Это вариант, реально вам принесли завещание. Но там, как обычно, бывает, как бы ссылочка такая, знаете, звездочка. 18 миллионов долларов вам завещали. Человек, о котором вы никогда в жизни не знали. Ваш какой-то дальний родственник. Это тот самый случай, когда вы узнаете из завещания о существовании дальнего родственника. Счастливый случай, да? Итак, готовы получить 18 миллионов долларов? Все готовы, нет? Супер. Итак, первое условие, вы должны уволиться. Первое условие, вы должны уволиться. У вас полный пансион, вам не надо думать о еде, все ваши дети, если они есть, обуты, одеты, сыты. Все хорошо. И вам нужно год чему-то учиться. Вопрос. Чему вы будете учиться год, если вам не нужно будет работать? Ответьте на этот вопрос, у вас две минуты. Еще раз. Каждый себе ответьте в смартфоне или в блокноте. Ответьте на простой вопрос. Чему вы будете учиться год, если вам не нужно будет работать? Одна минута осталась. Смелее, вы можете написать за одну минуту оставшуюся много пунктов, если у кого-то есть вопрос, а только одно написать. Обычно спрашивают. Итак, год прошел, вы чему-то учились. Из 18 миллионов вам выделяют 9, половину. И первый подвох. Это деньги выделили как бы не вам. Вы должны эти деньги инвестировать. Инвестировать во что-то полезное для людей. Ходят какие-то стартаперы, мутят бизнес, как это водится. Говорят, что что-то полезное они задумали. Им нужны 9 миллионов долларов. Вопрос. Во что вы вложите 9 миллионов долларов? Подвох. Вы прибыли, дивидендов не получите. Никакого интереса взамен вы не получите. Кроме того, что вы поможете каким-то людям осуществить их мечту и что-то полезное сделать для этого мира. Вопрос. Инвестирование в бизнес. Я специально убираю слово благотворительность. Знаете, что такое благотворительность? Это когда вы берете деньги, 9 миллионов долларов, выкладываете их кучкой, обливаете бензином и поджигаете. Поэтому это не благотворительность, это инвестиция. Кто-то будет получать дивиденды, но не вы. Поехали. У вас 2 минуты. Во что вы вложите 9 миллионов долларов? У вас 9 миллионов долларов. Во что вы вложите 9 миллионов долларов? Полезное для людей. У кого-нибудь остались деньги? Поднимите руку. Все, нет денег. Да? То есть уже вложили, я правильно понимаю или нет? Кому-то нужно время еще для того, чтобы придумать, во что вложить деньги? Нет. Смотрите, как быстро расходуем деньги, которых нет. 9 миллионов долларов? Нет денег. Великолепно. Вы выполнили второе условие. Вам выделяют 9 миллионов долларов из 18 оставшихся. И, внимание, вопрос. Что вы будете делать? Как вы будете жить? Ответьте. Две минуты. Итак, у вас 9 миллионов долларов. На вашем расчетном счете можете проверить. Если до этого вы правильно выполняли задание, смс-оповещение должно было прийти. Итак, у вас 9 миллионов долларов. Как вы будете жить? Что вы будете делать? Продолжение следует... Осталось 30 секунд. Все готовы? Итак, заключительный вопрос. Тоже на него ответьте. А сегодня вы кто? Чем вы заняты? Все понимают мой вопрос? Поднимите руку, кто не понимает мой вопрос. Не понимает. Итак, сегодня ты кто? У тебя как должность звучит? Вы сегодня региональный директор BITX, например. Давайте ему поаплодируем. Потому что он вас всех собрал здесь сегодня. Компания оплачивает. Уплочено. Поняли ответ на вопрос, да? То есть буквально кто вы по жизни сегодня? Итак, у нас был с вами тест-драйв или краш-тест в зависимости от того, что у вас получилось. Как вы думаете, при каком условии вы занимаетесь своим делом? Если у вас четыре ответа совпадают, то есть если у вас ответ первый равен второму, равен третьему и равен четвертому, поздравляю, вы не тратите время жизни, вы занимаетесь своим делом. А у кого получилось водка пить, земля валяться? Ну то есть одно, второе, третье, четвертое. Поднимите руку, у кого так получилось, честно. Отлично. Как вы думаете, можно ли соединить то, что ваш мозг выдал в порыве бреда? Или нет? Можно. Смотрите, например, ну такой человек, как я. Что может хотеть такой человек, как я, если он не будет работать? Ну естественно учиться балету, да? Балет. Во что бы я инвестировал? Ну естественно спасение китов, да? Киты. И чем бы дальше я занялся? Естественно путешествовал. Кто будет путешествовать? Поднимите руки. У кого будут бабки, он будет путешествовать. Отлично. Мое племя, супер. Мы будем путешествовать. Итак, путешествие. Это можно соединить или нет? Можно ли соединить эти три субстанции? Как? Смотрите, есть простой способ, как это соединить. Мы с вами сделали элементарные моменты, тест на бабло. Обычно мы с вами говорим, я займусь этим, если у меня будут деньги. Мы с вами сказали, у тебя есть деньги, давай занимайся. И ваш мозг выдал какие-то подсказки. Это очень важные подсказки, поэтому я просил вас их записать. Еще раз, у меня балет, киты и путешествия. Что должен сделать человек, у которого непонятно почему захотелось заниматься балетом? Ну хотя бы, что он первое должен сделать? Ну пойти, наверное, хотя бы в балетную школу, попробовать пару уроков. И предположим, я прихожу, и мне преподаватель говорит, слушай, Волочкова, если бы ты раньше пришел, осталась бы на сцене. Ну потому что ты с коридзой не мог ее таскать, а ты сможешь. То есть в тебе когда-то умер, но, слава богу, возродился, как это называется, балерун. Отлично, подтверждение. Дальше, что я могу сделать, как я могу на этом зарабатывать? Как я могу сделать так, чтобы киты спасались? Ну я, естественно, буду путешествовать с гастротроллями, спасая китов, да? Что еще придумать-то можно? Более того, я это сделаю с фондом дикой природы. Более того, из 8 миллиардов людей на планете я найду единомышленников, да? Знаете почему? Потому что сегодня я тупо айтишник. Четвертый ответ, а ты кто? Я тупо айтишник. Ну вернее, нет, не тупо, я умный айтишник. Поэтому все то, что я умею делать в сети, позволит мне быстро скоммуницировать с этими 8 миллиардами людьми. Понятно? Вот это упражнение вам имеет смысл проделать для того, чтобы честно сказать себе, чем бы вы занимались, если бы у вас были деньги. Потому что только в добровольном состоянии вы способны причинять пользу этого мира. Это то, о чем в том числе говорил Филипп Гузенюк. Здесь все понятно? Есть кто-то, кто не понял? Поднимите руку. Все понятно. Значит, соответственно, для того, чтобы раскрыть тему, мы сегодня с вами, и у меня для этого есть еще практически полчаса, поговорим о, первое, себе, то есть о человеке. Это мы поняли, потому что если ты с собой не разобрался, 90% успеха у тебя уже нет. Второе. Мы поговорим об этом мире, потому что если вы снайпер, и вы стреляете на большое расстояние, вы стреляете куда? Там, где цель сегодня находится, или там, где она будет? Но как вы можете стрелять туда, куда она будет, если вы даже не знаете, где она будет? Если у вас завязаны глаза, и вы вообще не понимаете, где вы находитесь. Да? И вот, собственно, как находиться в состоянии осознанности и стрелять в ту цель, в которую ты хочешь попасть? Об этом я вам сегодня расскажу. Это интересно для вас, актуально? Поднимите руку, кому это интересно. Супер. Для того, чтобы я мог говорить о будущем, мы должны ввести определенные понятия. Для того, чтобы не путаться, я сразу введу эти понятия. Ну, первое. Карьера – это просто тупо жизненный путь. Там, где ты реализуешься в каком-то своем деле. Это никак не связано с по найму, не по найму. Это просто твое дело, и ты идешь этот путь. И Филипп рассказывал, показывал вот эту спиральку. По этой спирали ты сегодня можешь работать по найму на кого-то, завтра сам на себя. Это понятная идея, нет? Достаточно простая идея для того, чтобы ее понять. Бизнес-модель. У каждого человека, как и у любого бизнеса, должна быть своя бизнес-модель. Ну, потому что в этом материальном мире надо что-то делать, чтобы зарабатывать. Кому не нужны деньги, поднимите руку. Нет таких. Ну, и всем нужны деньги. Нужно понять, как ты на своем деле можешь зарабатывать. По сути дела, это монетизация полезности человека, бизнес-модель. Есть четыре базовых вопроса к бизнес-моделированию. Первый вопрос. Он достаточно простой. Чем ты можешь быть полезен? Первый вопрос. Чем ты можешь быть полезен? Второй вопрос. Кому это надо? Третий вопрос. Как ты это делаешь? В чем уникальность? Вот соединить балет, китов и путешествия, это будет моя супер-уникальность. Я буду этим отличаться от всех, кто есть в этом мире. Поэтому это важно. И последнее. Сколько ты на этом можешь заработать? Это, по сути дела, твоя идентификация в этом мире, твой ID. Поднимите руку, кто считает себя предпринимателем. Покрутите головой, посмотрите. Лес рук. Давайте поговорим об этом. Почему часть из вас не подняла руку, почему вы не предприниматели? Я знаю ответ на этот вопрос. Я постоянно его задаю всем людям. Поэтому ответ первый. Я работаю по найму, да? А не сам на себя. Второе. У меня нет ларька шавермы за углом. Поэтому я не предприниматель. Я не купи-продай, поэтому я не предприниматель. Вот обычно так рассуждают люди. И плюс люди обычно говорят, ну как, нас же учили, что предприниматели всего в мире 3-5%. Но я точно не предприниматель. На мой взгляд, из-за отношения к слову, сформированному у нас в культурном слове, люди не выбирают предпринимательство. От какого слова слово предпринимать? Делать. Я спросил, кто здесь делатели? Дальше это зависит от формы контракта или нет? Нет. Почему это зависит от формы контракта? Ты можешь за жопу часы продать абонемент работодателю. Еще раз. Ты можешь продать себя в наемный труд, а можешь сам себя нанять на работу. Форма контракта имеет значение? По найму ты работаешь на кого-то или сам на себя? Нет. Предприниматель. И, внимание, предпринимательство, это, по сути дела, быть полезным и решать проблемы. Это предпринимательство. Мне на работе нужны рабочие, например, даже если он тупо пилит болванку, чтобы он был вовлечен и хотел делать так, чтобы эта болванка была самая лучшая в мире. Нужен такой человек или нет? Он тогда, получается, должен быть в предпринимательском режиме. Потому что если он приходит на работу просто отсосать денег, что делает большинство людей, то тогда его не заботят проблемы работы. Это вообще не его дело. Он не доброволец. Поэтому выбор в пользу предпринимательства необходимо сделать каждому, на мой взгляд. Дальше. Про бизнес-модель. Из моего опыта есть три роли основные, которые мы должны в себе найти. Первое – это эксперт в чем-то. То есть, вот помните вопрос, чем ты можешь быть полезен? Вопрос, а чем ты можешь быть полезен? Это твоя экспертность. Как понять вашу экспертность? Ответьте на простой вопрос. Ваши топ-10 достижений. Парни, сразу рекомендую убрать из достижений рождение детей. У меня двое, это было не тяжело. Женщины могут 11 пунктом написать. То есть, еще раз, напишите вашу экспертность, 10 достижений. И если из этих 10 достижений, 5-7 из какой-то одной конкретной области, например, вы сократили затраты, или вы увеличили продажи, или вы перекладывали бумажки, это и есть ваша экспертность. Подсказка. Соответственно, первое – нужно разобраться с экспертностью. Второе. Вы учитель. Если вы в какой-то области добились результатов, то в этой области вы можете учить других людей. И на этом тоже можно зарабатывать. Потому что если вы на это потратили 10 лет, я хотел бы потратить на это один месяц, скорее всего, вы сможете мне объяснить, как за месяц сделать, ну скажем так, базу того, что позволит мне сэкономить время. Так или нет? Поэтому каждый из нас в своей экспертности должен стать учителем. И хорошая новость. Если я кого-то развиваю, как эксперт я становлюсь еще больше экспертом. Это в том числе личный бренд. Экспертам, учителям больше доверяют люди, нежели чем просто экспертам. Конечно. И последнее – это инвестор. Если вы имеете капитал, все знают, чем доход отличается от капитала. Доход – это то, что приходит на расчетный счет. Капитал – то, что остается на расчетном счете. То есть это деньги, которые мы аккумулируем и сохраняем. Вот, допустим, у вас есть капитал. Во что его инвестировать? Дать каким-нибудь стартаперам в биткоин. Может быть, все-таки в том, в чем вы разбираетесь, где вы можете в том числе дать смарт-мани, не только деньги, но еще и экспертизу свою. И внимание. Вы тогда можете в течение рабочего времени, условно рабочего времени, то есть время, когда вы не спите, одновременно иметь множество ролей в разных бизнесах и при этом получать удовольствие, если вы занимаетесь своим делом. Вот такая простая подсказка. Также очень важно разобраться со своими ролями. Большинство людей не разделяет роли. Первая роль – это предприниматель. Вот смотрите, есть физкультура и спорт. Физкультура – это все хотят заниматься физкультурой хотя бы. Покупают форму, абонемент, фитнес-зал. У кого есть абонемент? Поднимите руку. Опустите те, кто ходит. Купил абонемент – уже сходил. Купил спортивную форму – уже подкачался. Итак, предприниматель. Если мы говорим о спорте высоких достижений, о предпринимательстве, то есть непосредственно о роли такой, то это человек, который прежде всего обладает видением, который создает бизнес-модель, то есть по сути машинку по печатанию денег. Если вы не способны генерить видение, если вы не способны создавать бизнес-модель, то скорее всего вот в этом смысле вы не предприниматель. Это не ваша роль. Значит, в партнерстве вы не можете это дать. И даже если у вас есть капитал, то вам скорее всего надо найти партнера-предпринимателя, который обладает видением, и возможно у него не хватает денег для бизнеса. Собственник. Собственник – это просто владение бизнесом, владение активом. Может быть собственник не предпринимателем. Может. Организатор, капитан команды – это SEO, генеральный директор. Человек, который способен строить эффективно работу людей, создавать культуру, процессы, которые позволяют зарабатывать. То есть выполнять изначальные идеи основателя. Коммерсант. Следующая роль. Это человек, который зарабатывает деньги для компании. Все остальные тратят. Ну и технолог – это человек, который создает продукт. Больше других ролей нет. Все остальные отсасывают деньги. Единственное, что могут сделать эти люди – меньше их, соответственно, потратить. Вот если мы говорим о бизнесе, вы должны для себя решить, вы в какой роли в этом бизнесе. Вы кто? Пока вы не решите, вы будете просто приходить на поляну, например, в хоккей. А вы – футболист. А тут хоккейная команда играет в хоккей. Но вы – футболист, потому что вам нравится футбол. И вы в этой форме спортивной, футбольной, с мячом, и в гетрах приходите на любую поляну, только там в футбол не играют. Потому что там разные роли. Понимаете, о чем я говорю или нет? Такой подход что позволит вам сделать? Во-первых, получить максимальную самореализацию. Получать удовольствие от жизни, быть счастливым. Это раз. Второе. Кратный рост производительности труда. Вы будете не за деньги этим заниматься, но деньги будут следствием того, что вы этим занимаетесь эффективно. Увеличение ценности на рынке труда, если вы выбираете себе карьеру, как продажу, соответственно, в найм работу. Личный бренд, экспертность и собственное развитие. Какие ключевые ограничения? Работодатели к этому не готовы. В России точно. И собственные отношения, я не предприниматель. Это ограничение к такому подходу. Но, на мой взгляд, если вы думаете о своем будущем, вам, скорее всего, нужно пересмотреть вашу личную бизнес-модель. Ключевая проблема здесь, это называется «мы не проходили». У кого кто-то нашел у себя инструкцию по применению в ваших розовых или голубеньких конвертиках? Ну, когда родились. Помните, у девочек были розовые конвертики, у мальчиков голубенькие конвертики. Было у вас такое? Инструкцию по применению нашли? Того, что явилось на свет? Медальку нашли. У кого-то была бирочка в килограммах и рост. Это максимум, что мы нашли. Такого предмета, как осознанность, в школе нет, да? Именно из-за этого что происходит? Сначала 7 лет лишения свободы – это садик. Потом 11 лет лишения свободы – это школа. Овощи образовательные. Потом 4 года бакалавриат, 2 года магистратура, аспирантура, хренантура. Максимум, что происходит с человеком к 25 годам – он научается не работать. Армия. Кому-то повезло. Хоть дисциплина, если голову не отбили. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? И дальше что происходит? Дальше человек выбрасывает на рынок труда, и он должен что-то сделать, чтобы хоть как-то добыть корм, да? Знаете, какая статистика по добыче? Что мы платим за то, чтобы заработать денег? Статистика простая. В первый год после того, как мы заканчиваем учебу в институте, в УЗИ, после того, как мы выходим на рынок труда, 80% из нас работает не по специальности. Половина из 20% в первый год идет работать по специальности, возвращается на рынок труда и идет работать не по специальности. 90% системы образования работает впустую. Люди идут работать не по специальности. К чему это приводит? К тому, что дальше 10 лет, следующие 15 лет, в зависимости от того, когда кого накрывает кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста, знаете, да, что такое? Кто знает, что такое кризис среднего возраста? Поднимите руку. Окей. Остальные, я так понимаю, либо он уже был, либо еще вы не знаете. Знаете, это когда вы доходите до середины пути и потом понимаете, что шли не туда. Знаете, какой вопрос вас волнует в этот сладкий момент? Самый большой и самый главный. Кто проходил этот кризис, скажите, какой вас вопрос волновал? На хера я пришел в этот мир? Знаете, как пройти эту проблемную зону возраста? Начинайте сегодня уже отвечать на этот вопрос. Каждый день. И тогда у вас не будет кризиса среднего возраста. Так вот, из-за того, что у нас нет, к сожалению, такого предмета, как осознанность, и нет такой культуры, мы не развиваем осознанность, поэтому не знаем, чего мы хотим. Я за свою жизнь уволил очень большое количество людей. Каюсь. Люди, вне зависимости от возраста, не могли ответить на простой вопрос. А чем бы ты хотел заниматься? Этой работы больше нет. Чем бы ты хотел заниматься? Если честно, не тем, чем я занимался до этого, вне зависимости от возраста. Основная масса людей. Это страшно. И с какого-то момента я начал думать. Помните, кто был у Филиппа на его выступлении? Он сказал, что к нему обращаются руководители, который говорит, сделай так, чтобы эти были нормальные. Вот первые 10 лет моей карьеры я точно так же считал, что есть какие-то нормальные люди на рынке труда. Я их искал. Приходили люди, и где-то месяца через два эти зайки, которые готовы были делать все на момент входа в компанию, говорили, а это не написано в моей должностной инструкции. Или, о, а что-то как-то денег-то мало, хотя он перешел с двукратным ростом зарплаты два месяца назад. Или, о, что-то у меня мотивация пропала, да? Знакомо, да? Все так были, да? И все это просто потому, что люди занимаются не своим делом. Поэтому один из основных предметов в школе, который должен быть, это, естественно, предмет, который называется повышение осознанности. Обычно люди вот так о карьере размышляют. О каком карьере? Ну, мы выяснили, да, у всех есть смартфоны. Кто освоил все функции смартфонов? Я бы уже задумался, если ты все освоил. А если представить вас как смартфон, вы все свои функции знаете? Значит, если мы представим наши знания как пирамиду компетенций, ну, или треугольник, в данном случае это не объемная фигурация, то нижняя часть основания – это личностные компетенции, средняя – социальные компетенции, и верхняя часть – профессиональные компетенции. Во что мы инвестируем всю жизнь деньги и свое время? В себя это понятно. Во что в себе мы инвестируем эти деньги? В основном в профессиональные компетенции. Представьте себе, что у вас, например, iPhone, и вы пытаетесь закачать туда неадаптированные программы Windows или Android. Что у вас будет? Ответ – ни хрена не будет, потому что вы только на своем терабайтнике занимаете место памяти, но это все не работает. Так мы устроены, что мы с вами в основном закачиваем программы, которые не работают. Мы даже слова знаем. Мы книжки читали. Мана – все. Мана – потому что Игорь рекомендует читать книжки хотя бы две в неделю. Это понятно. Бизнес должен расти. Нет, если серьезно, лучше прочитать одну книжку в год, но она тебе нужна, и ты ее применил, чем, соответственно, ты прочитал их миллион, но ты их не применяешь. Но обычно мы их читаем миллион и не применяем. Мы говорим, мы это уже изучили. В компаниях даже есть специальные слова, которые не надо употреблять. Например, команда. Есть специальный список запрещенных слов. Это компания то, что пробовала, не получилась и признана плохим. И дальше компания сначала занимается подвышением лояльности, потом вовлеченности. Каждый раз ищет новые слова, чтобы что-нибудь получилось. А проблема в том, что просто это не используется и не внедряется. А потому что не задействована личная история. Я имею в виду ядро, личность. Никто не занимается развитием личности. Личностный рост. Кто-нибудь любит это слово? Личностный рост. Эти голые люди, которые ходят по улице, да? Нет. У нас тоже это понятие девальвировано, к сожалению. А на самом деле это то, чем надо заниматься, то, во что имеет смысл инвестировать. Поэтому первая часть для вас. Если вы хотите в будущем иметь себя, и чтобы у вас была перспектива, начните инвестировать именно в развитие своей личности, развитие осознанности. Для этого сегодня есть масса инструментов. Значит, это было про человека. Про человека все понятно, нет? Ну, в основном. Теперь про мир и про будущее. Как вы думаете, какой самый простой способ понять, как будет выглядеть мир, ну, например, через 50 или 30 лет? Приехать в Сколково? Нет. Сколково, к сожалению, строится не в соответствии с будущим, а в соответствии с прошлым и настоящим, к сожалению. Если бы Медведев покурил правильные вещи, то он бы сразу строил это буквально в технологиях будущего, на 3D-принтерах, ну и так далее. Это дало бы толчок определенный, но не толчок, а импульс для развития этих технологий. Пока это, к сожалению, не так. Я выступал недавно на Urban Forum, который проходил, и один из архитекторов рассказывал, как можно строить города вглубь, когда люди не теряют на транзакции кучу времени, когда они находятся в одном ареале обитания, и у них там и работа, и семья, и отдых, и все. Потому что самая большая потеря эффективности на транзакциях, на логистике. То, что Билайн рассказывал, это суперкруто, потому что у человека есть возможность это время направить на то, что другой прошлый человек не умеет распоряжаться своим временем, к сожалению, из-за неосознанности. Еще раз, какой самый простой способ понять, как будет выглядеть мир через 30 лет? Да, я робот, суррогаты, аватар. Посмотрите эти фильмы. Это то, что с нашим миром произойдет в ближайшее время. Почитайте фантастику. В фантастике все написано. Даже если вы прочитаете книжку Незнайка, там есть один из эпизодов, когда Незнайка заходит в комнату, и там висит какая-то фигня, и что-то там какая-то картинка, она как бы типа движется, типа телевизор. Представляете? Если вы хотите понять, как будет мир развиваться, но вы не верите в фантастические фильмы и книжки, то что можно сделать? Ну, можно, например, посмотреть, что пишут на эту тему такие люди, как СТО, Гугла. Ну, то есть человек, который, ну, как-то, ну, скажем так, сопоставляет это не просто с какой-то фантастикой, а реально понимает тренды. И, например, есть его прогноз до 2000, внимание, 99-го года. В эту презентацию, которую вы получите, основы этого прогноза все положены. И здесь вы можете посмотреть, что будет происходить с миром. Например, в течение ближайших пяти лет от сегодняшнего дня, во-первых, уйдут все провода кабеля. Во-вторых, беспроводной интернет хорошего, отличного качества покроет 85% земли. Ну, не России, а Владивостока, скорее всего. Потому что самая большая задница в России, это не Владивосток, Дальний Восток в целом. Там вообще проблема со связью, она стоит очень дорого. Кто знает, кто общался. Дальше. Появляются элементы компьютерного интеллекта и становятся обязательными они в автомобилях. То есть к 2024 году автомобили без искусственного интеллекта просто не находятся на дорогах. Следующие пять лет. Гаджеты, импланты, солнечная энергия, которая становится настолько распространенной, что убивает все остальные источники. и компьютерный интеллект проходит тест на фактически в человеческом понимании разум. Проходит тест в смысле успешно. Следующие пять лет, следующие пять лет и так далее. Я не буду сейчас заострять внимание на этом, это лучше читать. Но смысл в том, что все эти подсказки есть. Если ты стрелок и хочешь понять, куда ты стреляешь, если ты определился, кто ты по жизни, то есть своей экспертностью. Кто знает правила 10 тысяч часов? Значит, это исследование гениальности. Для того, чтобы в какой-то области быть экспертом, ты должен быть готов потратить 10 тысяч часов. Это порядка 10 лет в этой области. То есть, грубо говоря, люди, которые приходят ко мне, очень часто говорят, Игорь, я вот всю эту хренью заниматься не хочу, хочу новенькое. Да? Большинство ставит крест на предыдущей части жизни, вместо того, чтобы найти там те 10 тысяч часов, которые релевантны, соответственно, будущему. Хорошо, если вдруг вам технический директор Google, ну, как бы, не авторитет. Есть, например, форсайт компетенций до 2030 года, которые разработали ОСИ, агент стратегических инициатив, специально созданный в России, для того, чтобы сгенерить будущие рынки. И Сколково. Тем из вас, у кого вопрос стоит сейчас выбора профессии для детей, это наиболее актуально, потому что это атлас будущих профессий. Книжка толстенькая, тоже МАН выпустил, рекомендую прочитать. Да. Значит, внимание, 2500 экспертов российских и зарубежных участвовали в опросе и в исследовании. 25 отраслей экономики. И единственный вопрос, выяснить, какие профессии будут востребованы в течение ближайших 30 лет. 9 ключевых рынков, все NET, Energy NET, Marinette и так далее, то есть разные рынки. И 24 отрасли, как я сказал. Значит, что определяет будущее? Будущее определяет 6 важных базовых составляющих. Первое. Глобализация. Границы стран размываются. Фактически, будущее – это города, а не страны. Это раз. Рост конкуренции в экономике. Автоматизация. В ближайшие 15 лет, в ближайшие 15 лет, 20 максимум, до 45% профессий на рынке труда будут автоматизированы, диджитализированы и дизитализированы. Их не будет. Как вы думаете, какие это профессии? Низкоплачиваемые? Нет. Зачем? Там, где могут работать гестарбайтеры, автоматизация. Это последнее, что будет автоматизировано. А первое, что автоматизируется, это средний класс. Привет среднему классу. И до свидания. Сразу же. В течение ближайших 15-20 лет минус 45% на рынке труда профессий, которые сегодня составляют основу среднего класса. Теперь вы понимаете, почему в течение ближайших 10 лет люди будут с психологическими проблемами и люди сталкиваются. И на первом месте выйдут эти заболевания. Экология. Людей становится все больше, мы все больше срем. Из-за этого планеты на всех не хватает. Поэтому, наконец-то, люди сталкиваются с проблемой, что как-то надо это все делать экологично. Интенсивное использование программных устройств. Если мы когда-то говорили до этого, что, например, английский язык нужен, это просто средство общения, это профессия переводчика одно, но фактически ты без этого не можешь встроиться в мир. Если ты не программист, ты не встроишься в этот мир. Ты должен, любой человек практически, даже на бытовом уровне, будет программистом. И рост сложен в системе управления. Вопрос. Что забирает нашу работу и что будет забирать нашу работу в будущем? Первое, робот. Второе, программа. Гастарбайтер. То есть всегда будут находиться люди и этносы, которые будут готовы нашу работу сделать дешевле. Бактерия, аутсорсинг и 3D-принтер. Это то, что будет забирать вот эти 45% рабочих мест. А вот, собственно, график, который показывает, что 45% профессий уйдут с рынка, и это средний класс. Фактически творческая составляющая и управление машинами останется в востребованной профессии в разных отраслях. Я сейчас достаточно быстро пробегусь по отраслям, но еще раз у вас эта презентация будет доступна. В каждой отрасли я выделил ключевые сутевые изменения, которые произойдут. Например, сельское хозяйство. Уже сегодня оператор может управлять комбайнами, которых 10 или 15 на линии. И не надо для этого 15 комбайнеров. Соответственно, техническое переоснащение, внимание, рост престижа сельскохозяйственных профессий, в России мы это уже наблюдаем, и внимание к проблемам экологии. Медицина. Люди перестают приходить для того, чтобы полечиться. Основной акцент на диагностику и на то, чтобы заболеваний не было. Это будет влиять, естественно, на продолжительность жизни в том числе. И это тренд, это уже сейчас есть. И помимо этого активное использование биотехнологий. в энергетике солнечная атомная энергетика. И человек сам становится батарейкой для, соответственно, своих гаджетов. В передаче энергии основное это все, что связано с системами управления и интерфейсами. Полностью автоматизация, отсутствие людей в месте, где добываются полезные ископаемые. в основном только какой-то вахтовый труд иногда. IT-сектор, соответственно, огромное количество данных, которые необходимо обрабатывать, писать новые программы по повышению производительности обработки этих данных. Все, что связано с безопасностью в сети, мы сейчас уже сталкиваемся с этими проблемами, когда мы в сети не защищены. Если кто-то думает, что сегодня есть возможность как-то уберечься от открытости, не получится. Телефон, все, вы уже, все ваши данные. Я вчера купил билет сюда, мне сегодня позвонила женщина из Тиньков банка и сказала, вы воспользовались тем приложением? А, вы уже прилетели в Петербург. Но настолько был тупой скрипт, что я предложил ей Олегу передать привет, что когда будет скрипт получше, пусть звонит. Слишком тупо она со мной разговаривала. Отдельная история виртуальная реальность. Да это уже все происходит, да. Следующая часть биотехнологии. Автономность городов полностью и по энергетике, и по переработке всего мусора, который, соответственно, есть. если вы сегодня думаете, мечтаете или когда-то мечтали о том, как утилизировать что-то, welcome, это будет вас кормить ближайшие 30 лет. И так далее, и так далее, и так далее. Не буду сейчас останавливаться на подробностях, но еще раз, но у вас возможность эту презентацию будет благодаря битексу получить. Интересная история про развитие детей. Про развитие детей фактически контент управляет товарами. например, смешарики и одежда, игрушки и развитие ценностей через смешарики и так далее, и тому подобное. То есть, все, что связано с продуктом, получается следствием контента мультфильма, ну, по сути. Колонизация Марса предрекают в течение 30 ближайших лет. Легенькая промышленность. Да, вот про дети. Продукты, взрослеющие вместе с ребенком и формирование ценностей у детей через многоперсонажные истории. Но это уже сегодня мы видим. Криптовалюты. Вот про менеджмент, то, о чем говорил сегодня Билайн. Вот первое. Большинство работников не находятся на рабочих местах. Они фактически находятся в предпринимательском режиме. Свобода. Ну, и про бирюзовые организации, я думаю, вам уже плеш проели. Это будет просто, ну, по-другому не будет работать. Нам придется поработать над резюме всем ключевые компетенции, помимо осознанности. Осознанность это мета-компетенция. Это базовое, что необходимо развивать. Каждый день иметь час в день на развитие осознанности. Просто размышлять о жизни. У таких людей, как Лев Николаевич Толстой, если мы посмотрим расписание дня, было время на осмысление жизни. Человек просто думал о жизни. Ничем не занимался больше. Не садился, не копался в гаджетах, еще что-нибудь. Просто выходил на улицу и думал о жизни. У вас есть время, хотя бы час в день на себя? Супер. Увеличьте его хотя бы до двух часов. Итак, мультизадачность, клиентоориентированность, умение управлять процессами и проектами, программирование, IT-решение, работа с искусственным интеллектом, способность к художественному творчеству и развитый эстетический вкус. Помните, мы говорили о том, что именно творческие задачи будут оставаться для работы у людей. Все остальное сделает машина. Системное мышление, бережливое производство, управление производственными отходами, экологичное мышление. Соответственно, базовые выводы, и я заканчиваю. Дело в том, что благодаря скорости доступности информации мы связаны сегодня лучше, чем когда бы то ни было. Как было сказано, лучше интернета только телепатия. Сегодня каждый из нас, каждому из нас может быть учителем. И это прекрасно. Это существенным образом, в том числе, изменит систему образования в мире. Будет базис, который будет даваться до дошкольного возраста, все остальное будет индивидуально, в том числе и в оффлайне. Но в основном это будет в онлайне. И еще очень важный момент неопределенности, открытость. Фактически, сегодня, если я танцую балет, спасаю китов и путешествую, я такой уникальный весь, но окажется, что из 8 или из 10 миллиардов людей на планете кто-то захочет в это вложиться, кто-то захочет за это заплатить. И это опять доступность, которую дает нам интернет. Поэтому вопрос, собственно, который я хотел бы, чтобы вы с ним ушли, я всегда люблю, чтобы люди уходили от меня с вопросами. Будете ли вы актуальны в течение 15-20 лет ближайших? И, на мой взгляд, еще раз, мы здесь должны задумываться о своей личной бизнес-модели, об этом я уже говорил. вопрос, учитывает ли ваша личная стратегия эти глобальные тенденции? Вообще, есть ли у вас личная стратегия на 25 лет вперед? Раз. Второе, есть ли у вас личная бизнес-модель? Третье, если вы создаете свою компанию, ваша компания учитывает вашу личную бизнес-модель и вашу личную стратегию? Только в этом случае можно будет о чем-то говорить. Ну и напоследок вам вопрос. Что вы будете делать, когда вам ничего не надо будет делать? Да. Слишком долго кататься на серфе не получится. Спасибо, Игорь Дубинников, специально для вас. Игорь, спасибо большое. У нас есть еще буквально пару минут на вопросы, так как в приложении их никто не задал, но может быть у кого-нибудь он возник на такой очень интересной теме. Вы видите мои координаты, пожалуйста, ребят, чтобы остались. Если вам нужны будут вопросы, я не знаю, зачем мы пересеклись с вами в этой жизни сегодня в Петербурге. С Маном мы периодически пересекаемся в разных городах, в Москве не встретиться. Серьезно, откройте, пожалуйста, мою презентацию, последний слайд. У меня может легко найти в фейсбуке Игорь Дубинников, мне повезло с фамилией, я не Иванов, не Петров. Я буду на первой строчке Игорь Дубинников. Соответственно, мой телефон, заметили, да, 921, я жил в Петербурге 7 лет, собственно, я практически местный. Единственное, что я ругаюсь матом и говорю ты, поэтому я не очень культурный, обычно. Ну это вам простят. Давайте вопросы, если есть. Ну что, появились вопросы? Я думаю, что самый главный вопрос. Игорь, можно тогда я задам вопрос, пока кто-то еще думает. Вот вы сказали, что есть масса вариантов, как можно развивать личность, осознанность. Можете буквально парочку, чтобы мы могли бы все себе зафиксировать? Приходите ко мне на программу 300 спартанцев. Это раз. Значит, программа 300 спартанцев, это 49 дней, вы будете вставать в 5 утра, заниматься определенными практиками в сети, с людьми такими же, как вы, которые пришли на изменения. Например, вместе с вами может заниматься на программе человек, который сейчас строит свою авиакомпанию, которая трахнет аэрофлот в ближайшие 20 лет. Или может быть медсестра, по каким-то причинам она тоже решила заняться осознанностью. И вот в этих социальных слоях вы сможете на протяжении 7 недель встречаться с семью людьми, которые, возможно, станут основой вашего будущего окружения. На сегодняшний день можно констатировать простой факт. Вы, мы, любой из нас, это производная из 10 людей, с кем вы общаетесь наиболее часто. Можете посмотреть на свое окружение и честно признаться себе, хотите вы таким быть или нет. Если хотите понять, кем вы будете через 10-15 лет, посмотрите на людей, которые старше вас на 10-15 лет в вашем окружении. Вы хотите быть таким или нет? До свидания. Да. А микрофон, пожалуйста. Если кто-то хочет продегустировать, приходите на тренинг самопроектирования. Он в Сколково проходит бесплатно, ежемесячно. Тренинг за один день, за 9 часов активной работы позволит вам сгенерить вашу личную стратегию на 25 лет вперед по 15 областям жизни. Можно вопрос? Да. Как помочь своим сотрудникам, ребятам, если ты видишь их потенциал, вот этот толчок к осознанности? Очень просто. Прикурить можно только, если ты сам горишь. Если ты сам осознан, то всегда люди захотят той же самой дури, что курил ты. Если люди видят в тебе до хрена энергии и почему-то тебя прет 24 часа в сутки, они скажут, блин, дай, где ты взял это, дай мне. Так обычно приходят ко мне. Потому что я живу в Фейсбуке, ну вы туда заходите в гости, я там живу. Мама моя, например, узнает новости из Фейсбука про меня. Она читает и знает, как дела практически. Но мы, конечно, еще и общаемся. Поэтому, когда люди видят отзывы людей, которые я не прошу писать, а люди просто пишут, Игорь, блин, вот это произошло со мной. Другие люди говорят, блин, а можно мне то же самое? Поэтому самый простой способ самому практиковать осознанность, разбираться в том, чем ты занимаешься, почему ты этим занимаешься, как это монетизировать и так далее, тогда люди вокруг, твои сотрудники, скорее всего, тоже так же будут подходить к жизни. У всех, у кого дети есть, поднимите руку. Мы же понимаем, я тоже родитель, мы же понимаем прекрасно, что дети нас копируют. Сотрудники такие же самые дети. Если ты говоришь о важности, не опаздывать, еще что-нибудь, и при этом сам забиваешь болт, можно не просить никого ни о чем. Давайте еще один вопрос. Вот молодой человек тянул руку. Пожалуйста. А вот вы говорите практиковать осознанность. Вот два-три шага. Как это? Первое. Выделить время. Время на то, чтобы разобраться с тем, как работает человек, как система. Например, понять, что для тебя поток. Кто знает теорию потока, Михаил Чиксид Михаил. Поднимите руки. Например, первое. Мы в этот мир пришли не страдать. По разным данным. Некоторые страдают, но обычно мы хотим не страдать. То есть мы хотим быть счастливыми, интуитивно. Михаил Чиксид Михаил это наш современник, психолог, который разработал теорию потока. Написал книгу «Поток теории оптимального переживания». Там есть корневое упражнение, называется «Карта потока». Это определение различных эмоциональных состояний, примеров у себя и что для тебя является потоковым состоянием. Что такое потоковое состояние? Потоковое состояние, это когда ты полностью проваливаешься в деятельность, которую ты любишь, и выныриваешь где-то к вечеру, потому что пора спать. У каждого есть такая деятельность, когда ты раз и опа, нифига себе, прошло уже столько времени. Так вот, эта деятельность характеризуется и состоянием тем, что ты максимально производительный в этот момент. Даже если язык в задницу в обычное время, ты тут совершенно коммуникативный человек получаешься. Так вот, из этих упражнений может состоять практики. Их сейчас очень много, разных упражнений. Можно, соответственно, выделяя это время, прочистить, разобраться с своими сильными сторонами, с своими талантами, принять это все в себе и начать этим пользоваться. Для этого всего лишь навсего нужно каждый день это делать. То есть, почему я говорю, там, 49 дней, ну, у меня программа, например, длится. Потому что, для того, чтобы начать так думать, не получится просто один раз прийти на тренинг. Тренинг, это максимум, ну, сколько там, три дня эйфории после тренинга. Обычно, дальше привычки нас захлестывают. Так вот, для того, чтобы выработать новые привычки под цели, которые ты осознал, какие ты видишь цели, под предназначение, где ты сделал гипотезу, в чем твое предназначение, тебе надо пересложить себя, ну, хотя бы за дней 30, 40, 50. За это время перевыработаются новые привычки, изменится режим дня, недели, и, в общем, это единственный вариант, как это сделать. Я проверил это на людях, я же все время говорю, что проверяю на людях. Я этим занимаюсь уже последние 15 лет, ну, 10 более активно с масштабированием организации, потому что в организации основная задача повысить производительность труда. В одной из компаний 50 тысяч человек, откуда, собственно, три спартанцев взялись, я предложил людям, кто хочет изменений в своей жизни, которые уперлись, а это 17 регионов страны, и люди, ну, например, с средней зарплатой 18 тысяч рублей. Какой-нибудь машинист, обходчик в Оренбурге. И я им предложил, соответственно, номинироваться, сказать, я хочу изменений. Как вы думаете, сколько людей откликнулось из 50 тысяч? 386 человек. Я на всякий случай переспросил, вы не ошиблись дверью? Осталось 188. Ну, я дал задание эссе написать. 188 зашли на 30-дневную программу. 5 утра, напарники и все остальное. Как вы думаете, сколько людей прошло программу до конца? У них было три косяка, третий на вылет. 163 человека. У меня было две гипотезы. Первая гипотеза у меня была, что изменится производительность труда, потому что производительность труда это максимальная вовлеченность. Вовлеченность это, по сути дела, когда ты занимаешься в предпринимательской модели чем-то, работаешь на кого-то так же, как на самого себя, значит, ты должен знать свое дело, значит, она повысит вовлеченность и по цепочке автоматически произойдет рост производительности труда. Уйдет тема мотивации, потому что это миф. Лень, миф, все остальное миф. Это, соответственно, первая была гипотеза. Вторая гипотеза была, что люди в этом состоянии следующие обучения пройдут с большей эффективностью. То есть они не просто придут учиться, они будут учиться. Значит, производительность труда я проверил простым образом. Я просил их руководителей в закрытом социологическом опросе. Их руководители сказали, что они курили, дайте нам. Они стали меньше работать и больше делать. И те тренеры, которые были, это была программа до программы обучения. Я таким образом подбирал людей в бережливое производство, навигаторов. Сказали, это ваши топ-менеджеры, кто эти люди? Иные. И это 18 тысяч рублей средняя зарплата. То есть, к чему я это все рассказал для иллюстрации? Это работает только если ты осознанно заходишь с запросом на изменения, потому что просто читать книжки не меняясь, бессмысленно. Если не готов, то лучше не заходить. Потому что потом, если ты не готов, заходил, ты получаешь такой эффект, что я пробовал, фигня. Не работает. Ну, вы все проходили это на разных тренингах, да? Спасибо. 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 Спасибо.